Иное измерение русской культуры Михаил Илларионович Михайлов Адам Адамыч Повесть Посвящается Ивану Сергеевичу Тургеневу Читает Евгений Бразов-Дружковский Глава вторая И вся былая, давно промелькнувшая жизнь С картинами неотуманенного детства и любящей юности С прошлыми и потому вдвое милыми сердцу радостями Воскресла перед мысленными очами нашего героя И под влиянием могучей силы воспоминаний Помолодела его начавшая уже сидеть голова Видения за видениями вставали перед Адамом Адамычем Вот его далекая родина Вот темный сосновый лес Со смоляным запахом С глухими тропинками Заросшими высокой травой И заваренными хворостом Со звонкоголосыми птицами С вечным таинственным шумом И говором ветвей А вот и маленький серенький домик в лесу Обнесенный непышным цветником Где пестреют мальвы, ноготки и гвоздики На небольшом дворе лесного домика стоит Полный и здоровый, небольшого роста человечек Самую довольную физиономией С улыбающимися глазками И гладко выстриженной белокурой головой Погода тепла Лужайка, на которой выстроен домик Вся озарена полуденным летним солнцем Человечек, стоящий на дворе Одет очень легко На нем один длинный, как камзол, жилет С огромными карманами Короткие белые штаны Серые чулки И черные, без пряжек, башмаки Самой простой работы Важное занятие поглощает Все его внимание Перед ним Лягавый щенок делает стойку Над мертвой уткой Беспрестанно порываясь к ней мордой Терпелив лесничий Целое утро бьется он С бестолковой собакой Но не унывает Зная, наверное, что достигнет Своей цели И что глупый щенок Будет таки со временем Дивной охотничьей собакой Сильный и безумолчный лай Пяти других псов Которых лесничий нарочно Заперв в сарай На углу двора Чтобы они не мешали Лягавому новичку Штудировать стойки И поноски Немало не трогает его И не мешает ему Продолжать свое дело Хорошенький кудрявый мальчик Лет шести Вбегает на двор Махая свежим Только что срезанным хлыстиком Синяя курточка Почти свалилась С его плеч Белая рубашка Растегнута И детская грудка Тяжело дышит Панталоны ребенка Поутру еще не уступавшие Белизной снегу Теперь все испачканы Зеленым соком травы И смолою сосен В тонких Мягких И желтых Как лен В волосах его Запутались Репьи И зеленые иглы При появлении ребенка Щенок Находящийся в дрессировке Собирается Приласкаться К нему Но строгий Учитель Взмахивает Своей плеткой И щенок Принужден Продолжать Свою стойку Лесничий Грозит ребенку И говорит ему Ступай к маме Адам Мальчик Вбегает в комнату Светлую И в высшей степени Опрятную Белый Некрашенный Пол Выскоблен Чисто Начисто И прикрыт В разных Направлениях Белыми Холщовыми Половиками Стены Блестят На солнце С одной стороны Весело Смотрит Портрет Неприветливого В натуре Оберфордсмейстера На другой Широко Раскинула Запутанные Рога Голова Оленя Поддерживая Полдюжины Светлых Ружей Простые Некрашенные Стулья И такой же Стол Составляют Всю мебель Комнаты За нею Следует Огромная Спальня Лесничего С кроватью Под белым Кисейным Пологом С распятием На стене И молитвенником На маленьком Столике Ребенок Бежит Через эти Две Комнаты Прямо В чистенькую Кухню Где Ослепительно Белая Израстцовая Печь Заключает В себе Простую Трапезу Небольшой Семьи И как Жар Горит Посуда Систематически Расположенная На полках Там У окна Открытого В цветущий Садик Приготовлен Уже Стол Для обеда И Адама Встречает Объятиями Немолодая Высокая Худая Рыжая И Очень Некрасивая Но зато Неизмеримо Любящая Мать С нежными Укоризнами Больше Похожими На ласки Расчесывает Она его В склокоченные Кудри Чистит Пенечком Синюю Курточку Переменяет На нем Панталоны Застегивает Ему Бород Рубашки И обтирает Лицо Мокрым Полотенцем А потом Нежно-нежно Целует Его глазки Щеки Губки И курчавые Волосы Нежными Материнскими Устами Но кукушка Кукует Уже Двенадцать Раз На стенных Часах Суп Разливает Приятный Запах И хозяйка Поправив С собой Полотняный Чепец Полотняный Воротничок И полотняный Жефартук Бежит Гремя Ключами Подвешенными К ее Поясу Звать Бежит 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 сменяя друг друга. Но ребенок подрастает. Синяя курточка стала ему узка. Пора бросить ее и сделать ему из старого кафтана отца новую. Пора, наконец, дать ему и книгу в руки. Довольно бегать по лесу без мысли и заботы. Ребенок учится читать. Он понятлив и скоро кончит азбуку. Знает он и молитвы, и две-три басни наизусть. Скоро уроки матери нужно будет заменить другими уроками. И настанет, наконец, время более серьезного учения. Адам в первый раз прощается с домашним кровом. Правда, новое жилище его недалеко от прежнего и мили нет, а все же грустно. Мать плачет, отец благоразумно уговаривает ее, хотя и сам прослезился. А сын при палке я худощавой груди, и не хочется ему оторваться. Но лошадка ждет у крыльца. Лесничий надел кафтан, снял с оленей головы ружье и зовет ехать. На новоселье хорошо Адаму. Он учится в приходской школе маленького городка и живет у приходского шульмейстера, доброго старого вдовца, давнишнего приятеля Лесничему. Адаму нравится новое житье, и весело ему играть со маленькой и беленькой Минхен, дочкой учителя. Твердит он свою немецкую грамматику, склоняет латинские номина, спрягает латинские верба, узнает понемножку о героях, живших в старину, о битвах, покрывавших кровью землю. Идет не спеша из Ассирии в Вавилон, из Греции в Рим. Знакомится и с той наукой, которая рассказывает о том, какой главный город в каком государстве и о том, где родится хлопчатая бумага и где водятся слоны. По праздникам и воскресным дням Адам ходит пешком с сумкой за плечами домой, где ждет его теплый привет матери, ласковое слово отца. Дома идет своим чередом его специальное образование. Отец его человек не ученый, но дельный и опытный практик. Адам заучивает особенности разных древесных пород, знакомится с лесной энтомологией, изучает искусство дрессирования всяких собак, лягавых и меделянских, учится стрелять и ходить с отцом на бекасов. И дни идут за днями, безмятежно сменяя друг друга. Но вот уже золотистый пушок пробился на верхней губе Адама. Он почти сравнялся ростом со своим учителем. Школьный круг познаний почти весь обойден им. И дома вставляет он иногда свое словцо в разговоры лесничьих о культах или о мерах к истреблению какой-нибудь фалена-бомбикс-монаха, какого-нибудь бострикус-октодентатус. Ему уже шестнадцать лет, и недолго осталось ему до конца учения. Но чем более приближается этот конец, тем сильнее становится какое-то странное волнение в его груди. Он не с прежней уже радостью ходит домой. Он все что-то думает, передумывает. Зато скоро и радостно бежит он назад, к шульмейстеру, и останавливается на дороге только для того, чтобы нарвать цветов, которыми обильно изукрашена недлинная его дорога. У маленького зерка на пути Адам снимает с себя платье и бросается в воду, чтобы сорвать несколько белых водяных лилий, блестящих, как жемчужины, посреди изумрудной зелени широких листьев и яхонтовой синевы вод. Но, срывая их, он думает, — она еще белее этих лилий. У пригорка, лежащего близ городка и опушенного мелким кустарником, Адам рвет или выкапывает с корнями кустики фиалок. Но при этом он опять думает, — глаза ее нежнее этих фиалок. И потом, глядя на весь букет, который назначен дочке учителя, Адам шепчет улыбающимися устами, — она крашива сто раз этого букета. Вы уже поняли, читатель, что молодое сердце Адама забилось новым, неведомым его, да то ли чувством. Да и как было не полюбить ее, эту тихую, как ягненок, нежную, как голубь, и прекрасную, как весенний цветок, девушку. Минхен расцветает с каждым днем лучше и лучше. Бирюзовые глазки ее сделались точно синими, как фиалки, и тихая нежность теплится в них под чистой влагой девических солез. Льняные волосы ее стали темнее цветом, не свиваются в кольца и обрамляют гладкими и широкими лентами ее белое личико. Прежняя молочная белизна и алая краска ее щек сменились какой-то матовой прозрачностью и тонким розовым румянцем. Зато еще свежее развернулись пышные губки Минхен. Алые, как две поспевающие вишни, и просят поцелуя. За то, как две белые голубки бьются под высоким лифом платья непорочные груди девушки, и настает пора первой любви, блаженная пора, которой не купить уже потом никакими лишениями, никакими горестями и бедствиями жизни. Светлая весна греет землю, и сердце Минхен смутно трепещет. Светлая весна уступает место светлому лету, и Минхен уже любит всею силой первой любви. О, клингендарь фрюлинг, ду селиге цейт! Ум, бист ду форуба, унс тут ес нит леид. Вир лебтен ёнс гестерн, вир лебтен ёнс хоуд, вир лебтен ёнс морген, вир глюклищен леуд. В маленьком садике Шульмейстера стоят три высокие липы, щедро одетая зеленью, и дерновая скамейка прилажена между этими тремя липами. По саду ходит сам старый хозяин его, срезывая засохшие ветки и замазывая смолой свежие раны, нанесённые деревьям его ножницами. На дерновой скамейке под липами сидит Адам, перелистывая историю того великого героя, который был ещё юношей, когда почти весь свет покорился ему. Он смотрит на портрет, приложенный к занимательной повести Квинта Курция, и любуется этим прекрасным лицом, осенённым пышным шлемом, из-под которого выбиваются прекрасные локоны длинных волос. Но душа молодого немца не разгорается честолюбием, и, читая историю сказочных подвигов Александра, глядя на его благородный юношеский образ, он думает не об упоительных тревогах битв, а о тихом счастье любви. Минхен в простом ситцевом платье, в белом переднике и с маленьким чипцом на маленькой головке сходит со ступенек незатейливого балкона и несёт кружку вспененного пива старому шульмейстеру. День клонится к вечеру. Солнце косыми лучами прорезывает гущу трёх стройных лип, и каждый лист их обрамлён светлой чертой, как изумрудное сердечко, вставленное в золотой ободок. Старик окончил свою работу, выпил всю кружку пива, обтёр пот с лица и сказал, обращаясь к ученику и к дочери, «Подберите-ка ветки, которых я столько настриг сегодня, да сложите их в кучу, они годятся для подтопки, а я устал и пойду отдохнуть». Минхен поставил окружку, Адам встал со скамьи, шульмейстер ушёл. «Что вы читали?» спрашивает Минхен, наклоняясь к земле, чтобы поднять сухую ветку и мгновенно краснея всем лицом. «Квинтокурция», отвечает Адам, «делает то же». «Как жаль, что я не знаю латинского языка», говорит Минхен. «Я сам», — говорит Адам, «не знаю по латыни настолько, чтобы читать на этом языке. Это немецкий перевод, который дал мне ваш батюшка». Минхен идёт по аллее, подбирая сучья. Адам следует за ней, и оба молчат. Острая высохшая ветка яблони зацепилась за чулок Минхен, «Вы наколите себе ногу», — говорит вдруг Адам, останавливаясь. «Этот сучок разорвёт вам чулок». Минхен остановилась. Адам бросается отнять ветку от чулка. Минхен наклоняется, чтобы сделать то же. Руки хватаются за одно место ветки. Ветка в руке Минхен, рука Минхен в руке Адама. Оба покраснели душей. Минна, — говорит Адам, — говорит Минна. Работа кончена. Хворост сложен в кучку в углу сада. Молодые работники устали. Смеркается. «Сядемте на скамейке», — говорит Адам. «Не хотите ли пить?» — спрашивает Минна. «Вы устали?» «Нет», — отвечает Адам. «Они сели на скамейку и молча взглянули в глаза друг к другу. Рука Адама опустилась на дерн и нашла тут маленькую ручку Минхен. Он взял эту ручку тихо и нежно, не пожимая её, Минна опустила синие глазки. Тихо дрожат их молодые сердца. Миллионам своих зелёных сердечек трепещут над ними три липы под лёгким заревым ветерком, веющим с запада. «Я вас люблю, Минна», — говорит Адам. Минхен молчит, и кровь переливает ей груди. «Я вас очень люблю, Минна. А вы... вы любите меня?» Рука Минхен невольно пожимает руку Адама. «Скажите, Минна, вы любите меня?» Голос Адама рвётся на каждом слоге. «Да», — отвечает Минхен, ещё ниже, опуская хорошенькую головку, ещё более краснее от этих двух букв, которые тихо произнесены её свежими губками. Так же низко наклоняется голова Адама, и он робко заглядывает в лицо Минхен, боясь увидеть на нём смех, но по лицу её катятся две светлые слезинки. Когда девушка их отёрла и решилась взглянуть на своего друга, глазки её встретились близко с его глазами, губки её сошлись с его губами, и они поцеловались, поцеловались коротким, как будто холодным, но единственным сладким в жизни, первым поцелуем. Любезный читатель, в ту минуту, как я описываю вам эти весенние сцены молодой любви, грозная северная вьюга воет на дворе, снег тяжёлыми хлопьями залепляет моё тусклое окно. Ветер стонет и шумит по кровле, в моём уголке становится так темно, что надо зажигать свечу, хотя и очень рано. А за час тому назад светлый зимний день стоял за окнами, и всё весело сияло. Богосклонный читатель, в эту минуту, может быть, ни одна ясная и приветная идиллия схоронена в моей памяти, и в груди ни одно, ни два горя, а эти идиллии были когда-то действительностью. И казалось, должны были продолжаться всю жизнь, а сердце моё не знало не только двух, одного, но и половины горя. Вам, разумеется, нет до этого никакого дела. Если вы не сострадательный читатель, я сказал всё это только для того, чтобы подсветистие выразить простую истину, что всегда буря идёт за тишиной, и горе за счастьем. То же стало си с моим героем вслед за той отрадной жизнью, которую так хорошо жилось Адаму у седого шульмейстера, наступили года тяжёлых лишений. Один за другим отпадали от его жизни цветы, украшавшие её. Нечаянно умер лесничий от избытка здоровья, его зашибло апоплексическим ударом. Следом за ним умерла и жена его от недостатка здоровья. Она была всегда худа и больна. Зачем станем мы повторять все эти грустные обстоятельства, которые лишили моего героя и крова, и Родины, и привели его, наконец, в Россию, где он долго странствовал из одного благородного семейства в другое, пока не очутился в доме господина Желнобобова? Ещё довольно предстоит нам безотрадных подробностей в дальнейшем ходе этой истории. Да и сам Адам Адамыч, молчаливо сидевший под развесистой тополью и предававшийся мечтам, и сам Адам Адамыч, как только прекрасные годы юности стали сменяться в его воспоминании ненастными годами его возмужалости, встал с места и только плюнул. Становилось довольно темно. Герой наш опустил руку в карман жилета, вынул оттуда кожаный мешочек, а из кожаного мешочка свои толстые часы и с большим усилием Читано по изданию Сочинение Михаила Илларионовича Михайлова в трёх томах Приложение к журналу «Пробуждение» Том 1. Петроград. Товарищество художественной печати. 1915 год. Приложение к журналу «Пробуждение» Приложение к журналу «Пробуждение» Приложение к журналу «Пробуждение» Приложение к журналу «Пробуждение» Приложение к журналу «Пробуждение»